Вряд ли кто удивится, увидев такого персонажа на телеэкране. Другое дело на улицах города. Пришелец из далекой галактики никто иной, как 17-летний студент. Сериал «Звездные войны» Сергей посмотрел год назад. Тогда же решил собрать костюм имперского штурмовика. Этот персонаж больше всего понравился парню. Обмундирование обошлось 800 долларов, но цена костюма его не испугала. Не остановили Сергея и отговорки друзей. Мои друзья не то что не восприняли это серьезно, но им это было смешно, им это показалось вообще неинтересным. Ну, потому что с тех пор у меня нет друзей, как таковых. Чтобы собрать нужную сумму денег, Сергей работал все лето и даже продал мопед. Говорит, ему повезло, что смог заказать костюм целиком. Если бы собирал его по частям, тот бы вышел дороже в полтора раза. А так, благодаря советам фанатов «Звездных войн» со всего СНГ, сумел даже немного сэкономить. Заказал костюм Великобритании. Вот чем-то увлекся, воплощай это в жизнь, зачем сидеть на месте? Сам костюм представляет собой сложный конструктор из множества деталей. Чтобы полностью одеть его, у Сергея уходит порядка 15 минут. Есть и своеобразное неудобство – сидеть в костюме студент не может, да и зимой он совсем не греет. Но все это мелочи по сравнению с тем, какие эмоции штурмовик вызывает у харьковчан. Внимание на персонаж сериала обращает каждый прохожий. Люди останавливаются, просят у парня автографы, общаются, фотографируются. Позитивно, весело. Неадекватно, может быть? Да нет, это адекватно, это весело. Мы шли там возле университета, увидели, сразу заинтересовались, подошли сфотографироваться. Правда, находятся и люди, которые не понимают Сергея, считают идею парня бесполезным времяпровождением. Это культура не нашей страны, не нашего народа, поэтому нужды я в этом не вижу. Но останавливаться на достигнутом Сергей не собирается. Он уже ищет в Харькове единомышленников, чтобы создать фан-клуб «Звездных войн». А в дальнейшем планирует и благотворительностью заняться. Вот, например, представьте, вот приходишь ты в детский дом, вот в детский дом приходят человек 5-6 в костюмах и вручают там дети конфеты, вещи, ну, всё что угодно. Общаются, играют с ними. Ну, для детей это, как по мне, будет самый лучший подарок. Сергей ни разу ещё не пожалел ни о потраченных деньгах, ни о потерянных друзьях. Ведь харьковчанам нравится, чем он занимается. Эмоции в первую очередь, вот на самом деле это самое, это то, что не хватает нашему городу.